в этот прекрасный морозный день я нахожусь на кладбище старое наше подбище русско-финское, ну финское назовем его. зимой здесь ни разу не был, но здесь по ссылке будет видео, которые я снимал летом, находясь на этом кладбище, там вроде несколько было, не помню. вот сегодня 8 марта, день такой морозный, снежный и солнечный, очень красиво, но тут по следам видно, что кто-то ходит сюда, несмотря на то, что метель была, кто-то здесь гуляет, может быть, как мы раньше в детстве гуляли, здесь список фамилий погибших, войне-то сделает срыв 40-го года, там 41-45, сейчас туда подъедем, фамилии тех, кто здесь похоронен военных, 41-45 год, вот там уже покосившиеся, старое-старое, я не помню в каком году здесь перестали хоронить, но у меня на то видео сказано, здесь памятная стелла, не знаю, я, наверное, далеко в глубь не пойду, на велосипеде, а здесь все заснежено, ну очень красиво, вы не представляете себе сейчас, как здесь зима хорошо, так, а что я заметил, что здесь следы-то, людей, следы собачьи, а у меня с собой сегодня не даже газовый баллончик, потому что если на меня нападут собаки, то не знаю, чем будут защищаться, реально, вот здесь следы собак, вон их подметки, вот там могилка Бредова Анатолия Федоровича, подведем с ней, сейчас посмотрим, надеюсь, здесь у них, вот памятник пожарным военного Брумана, поближе, вот такой вот он, необычный, могилка Анатолия Федоровича Бредова, и в другом следы собак, не знаю, чай-то сверху что-то попадло, не дается, ну вот, да, видимо и тут особо не погуляешь, вот под снежными шапками, здесь братские могилы, если я правильно помню, здесь, где были таблички, красивая сегодня погодка, несмотря на то, что минус 17 показывает термин, но довольно-то комфортная температура, комфортная погода, нет ветра, солнце светит, вот еще могилка, героя Советского Союза Бродюка, в Гурбе есть могила генерала, погибшего при странных обстоятельствах, вот, запыхался я тут, пробирался вот к этому снегу, с велосипедом очень тяжело, я зимой сюда больше не поеду, чтобы глубине пройти, ну-ка пойду, посмотрю, везде собачьи следы, как-то вот такую тропинку они протоптали здесь, здесь тоже, сначала подумал, что люди ходили, но здесь людям перебираться, звуки-то непонятно, сегодня как-то жутковато здесь, смотрите, как красиво, собачьи тропинки, это же надо такое, или, может, какие-то другие звери, не знаю, кто здесь, там лес, да, вот, за кладбище, там лес находится, может, тут и не собаки, не знаю, ладно, в этом у нас все, нет, я хотел пройти, думал, здесь можно пройти, вот, немножко, заберусь наверх, такой обзор открывается, не, к сожалению, сегодня у меня, не пруха, поэтому здесь кто-то ходит, все тропинги протоптаны здесь, кроме собак, причем они как-то целенаправленно куда-то ходят, тут, вот туда, вот там нет следов, туда им не надо идти почему-то, вот, видите, какая красивая сосна, это даже не сосна, это ель, там стоит, а вот сосна, красавица, высокая, вообще, для нашей полосы здесь довольно-таки высокие деревья, вот эта вот сосна, могучая такая, у нас ель карликовая, немножко сюда подошел поближе, но если кому интересны прогулки по кладбищу, ставьте лайки, я как только снег растает, между походом в лес, буду снимать еще и кладбище, у меня впереди несколько задумок, еще в Миньке надо съездить, тоже кладбище есть, тоже красивое, не знаю, есть ли любители, но меня вполне впечатляет, тут такая атмосфера, очень атмосфера, единственное, что обратно мне ехать, на велосипеде мне обратно ехать в горку по дороге, что-то машины разъездились, все-таки, как, да, на выходной, довольно-таки много, куда-куда едет, вот стела видна, там мусорожигательный завод дымит, больше никуда не пройти, мне интересно, здесь, наверное, чистят, потому что, если бы не чистили, то все было в уровень в один, и мило здесь, нет, вперед я вряд ли пройду, я утопаю здесь, да, здесь только собакам-то можно ходить, а я довольно тяжелый, смотрите, какие красивые шапки, ребенок хотел еще ехать на кладбище, но я не взял, чтобы маму не пустил, ну, может, и глучим, вот, что-то, летом надо ходить, а, летом, летом уже так-то атмосферно, здесь все равно красиво, классно, летом хоть можно в губь пройти, если пешком, конечно, можно полазить, сейчас все гробом, может, и сходим с ребенком сюда, зимой, я не знаю, сейчас уже весна, да, календарная весна, вот он, командир 14-трелковой дивизии генерал-майор Жуба Александр Афанасьевич, погиб в бою 20 июня 41-го года, генерал-майор погиб в бою, такое было, тут какая-то детская могилка, это реально совсем детская, там инструменты, плата, да, здесь, наверное, работают годы, там очень много, да, лопаты там, подписанные причем, вот здесь, мне кажется, человеческие следы были, таки, мне кажется, ей здесь не было летом, сюда вот идем, дальше я уже не пойду, вот такой человек, если видно, приближу фотографию, там тоже, бабушка какая-то, Соколов Игорь, военный какой-то, Сантинович, Коновнович, где Павлана, ну все, дальше я не двинусь, дальше мне не пройти, надо как-то без следа, если поворить-то, точно, здесь вот надпись, прямо на заборе, там Сергеевна какая-то, вообще какая-то могилка героя, вот я тут натоптал, вот такие человеческие следы, какие мы там видели собачьи, так, красиво здесь, вот мои следы на велосипеде я ехал, какой тонкий след, надо же, реально тонкий, вот добрался до этого памятника, кстати, так он выглядит зимой, ну вот сюда вот нашел этот заборчик, кое-как пиолье, смотрите, какая красота, настоящая русская зима, с самого марта, нам Капустин похоронен, тоже герой, мне кажется, я про него рассказывал в этом видео, здесь братские могилы, много-много похоронен, воинов погибших, ну не только воинов, кому нравится такой формат, ставьте лайки, будет больше походов по нашим муромским кладбищам, еще я в область съезжу, посмотрим, что там за красота, ну и сегодня март, сейчас апрель, май, 12 июня, я планирую совершить, если не будет никаких мероприятий в городе, чтобы поснимать, то я планирую совершить свой первый поход в лес, посмотреть, поснимать, погулять, если, конечно, снег растает, у нас тут не угадаешь, у нас бывает в июне еще снег везде лежит, в том году было очень хорошее лето, жаркое, я из леса не вылазил, не жалею, что я сегодня съездил сюда, конечно, не удалось погулять, не удалось снять длинные информативные видео, что-то такое красиво, рекомендую побывать здесь, кто не бывал, снег белый, аж блестит,